Компьютер, да, прошу вас. Коллеги, добрый день. Приятно начинать с победы доклад. Смотрите, да, вот о чем, наверное, хочется поговорить в своем докладе. По поводу, наверное, того, что, вот мы говорим сейчас, существует определенная турбулентность, эта турбулентность становится такой регулярной и постоянной. Ну и человек, руководитель проекта, команда проекта, всегда в условиях неопределенности, вообще любой человек, он пытается найти, наверное, какие-то такие штуки, которые ему помогут, ну, хоть как-то с этим справиться, с этой неопределенностью, да. Ну, что там происходит, да, ну, что-то цепляется. Вот такими историями могут стать инструменты проекта. То есть, ну, дайте мне хотя бы что-нибудь, и, может быть, с турбулентностью мы начнем как-то справиться. Я вам расскажу кейс про то, как мы перезапускали проектное управление в топливном дивизионе, и когда это был кейс, вот решил сделать, наверное, его таким образом, каким бы сам хотел видеть похожие кейсы у других команд. То есть, это будет экспресс-обзор разных инструментов проектного управления, которые вот мы недавно запустили, перезапустили, создали. Ну, и кратенькие пояснения по каждому из этих существующих инструментов. Итак, начинаем. Что же такое топливный дивизион госкорпорации «Росатом»? Это огромное такое объединение двух заводов, предприятий, компаний по всей России, более 30 штук, и управляющая компания, которая стоит, соответственно, над ними, которая называется ОВЛ. Вот здесь они все систематизированы. Мы делаем в основном это ядерное топливо, такие вещи, да, обогащение урана, вот, это заводы, вы себе представляете. Но не только эти вещи. У нас есть еще новые бизнесы. Это металлургия, это химия, это даже цифровые продукты, которые мы продаем вовне. Ну, и ряд других новых бизнесов у нас тоже присутствуют. Соответственно, компания, она не является чисто проектной, то есть есть и процессная история, и вот все-таки основной бизнес, да, топливный, это процессная история с конвейерами, с облаженными процессами и так далее. Новые бизнесы, они больше похожи на проектные тематики. Ну, и, конечно, вся тема по развитию, которая охватывает все ядерные бизнесы, это все тоже проекты. Одновременно у нас реализуется сейчас порядка 500 проектов. Это проекты не ОКР, проекты стройки, мы строим цеха, модернизируем, строим заводы, такие вот вещи. Ну, и, соответственно, IT-проекты. Ну, и ОРП, управленческие проекты, это еще сверху. ОРП, управленческие проекты по организации чего-то, по организации процессов и так далее. Итак, вот структура компании, которую я вам уже рассказал, да, вот в центре такая ячейка шестигранная, наша ячейка, куда формируется топливо, и вот все то, что мы делаем, как-то связано с другими лидерами роста. То есть наше топливо идет в основном на атомные станции. Соответственно, когда мы говорим про перезапуск проекта управления, здесь я специально нарисовал такую, так скажем, линию, какие ключевые вещи, какие ключевые истории мы поделали. Перезапуск начался в июле 2020 года. Ну, соответственно, вот ключевой вещью является достижение первых результатов быстрых побед, демонстрация результатов президенту, и, соответственно, далее налаживание связи, взаимодействие с функциональными блоками, которые у нас также сильно увлечены в проект. Проблематика. Начали, естественно, мы с анализа проблем, и причем очень быстро стало понятно, что у нас вообще-то есть три группы большие заинтересованных сторон в проектах. Во-первых, это высшее руководство. Это генеральные директора предприятий, это наш президент, соответственно, и вице-президент управления компанией. Это руководители проектов, вот тех самых 500 плюс проектов, и проекты, и команды, и это полнациональные службы. Когда я говорю, что национальные службы, я не верю, как встроен, не мог проинвестиции и прочее. Ну и вот такие проблемы, они подвигаются. То есть здесь можно прочитать на слайде, озвучить я их не буду, но проблемы люди, кто занимается проектного управления, понятны, которые здесь вы видели. Создали с нуля проектный офис, методологический продающий компаний, который занимается у нас пятью направлениями. Во-первых, это развитие проектного управления в интеграторах и предприятиях в точках, то есть помощь обостроению системы. Развитие календарности его планирования, методологии проектного управления, сборостроение проектного опыта, ну и обучение участников проектного деятельности. Первый инструмент, про который я вам расскажу, это модель управленческой сложности. Ну в России, мне кажется, в последние годы в принципе уже тема такая на слуху, создается профессиональное сообщество, ЦАРГУ, есть некая модель сложности. Вот скажите, пожалуйста, кто уже слышал либо даже применял какую-то модель сложности, можете поднять сюда трубу, чуть-чуть за два-два-два-два-сих. Я его не могу. Ну конечно, ну значит, уже так треть примерно участников вот здесь текущих так или иначе связан. Наш шаг следующий. Вот мы взяли наработки, Павла Талферова, да, наработки, скажем так, профессионального сообщества, посмотрели, что уже другие организации поделали части создания, так скажем, таких моделей, выделили критерии, там сначала у нас набралось 7-7 критерий сложности. Да, естественно, это много, и в практической деятельности применимо слабо. Вот. Мы выделили несколько таких историй, да, вот модель сложности, да, что это такое. Вот для нас есть у проекта важность, то есть его приоритет, и есть сложность, то есть это некая такая управленческая трудоемкость реализации проекта. То есть проект может быть, скажем так, важным, да, его обобещали там какому-то почвенцу, но несложно. То есть это простейшая установка, которая сама по себе является частью какого-нибудь очень глобального проекта. Например, мы делаем новые трубы, шестигранные, для атомной станции. То есть для нас делать трубу вопрос в ноль, да, но если мы опоздаем с этой трубой, скажем, на пару месяцев, то есть станции не запустятся. Там уже другая история. Тема со сложностью, это когда у нас у самих есть сложный проект, в котором мы запустили неопределенность, и там сложно этой историей управлять, и так далее. Ну и статус хода реализации. Я вам буду говорить именно про сложность. На слайде указано, кого это в основном касается, где эта история заказчика, где эта история, там, больше руководителя проекта, но сложность мы относим как раз к истории руководителя проекта. Она зависит от критериев. Группа критериев, здесь указано очень мелко, но я вам скажу так по кругу. Во-первых, это бюджет. У нас, в этот критерий, имеет высокий вес. Ну, соответственно, если проект высокий бюджет, производная, вероятно, что освоить эти деньги будет сложно. Соответственно, большое количество закупок. Мы живем в системе госзакупок. Соответственно, у нас, конечно, не 223 ФЗ, не 44 ФЗ, но у нас есть ЕОСЗ. Тот, кто хоть как-то с этим связан, понимает, что это за жесткий зверь. Вот. У нас сложный процесс по получению инвестиций, соответственно, что тоже отражается. Там пара инвестиционных показателей у нас тоже есть, которые влияют. Ну, это доходная затратность, КИР, КИР, консолидированные ресурсы, или там неконсолидированные. Ну, еще из важных историй это количество участников и их уровень. Если там начинает участвовать генеральный директор посткорпорации Росатом, явно проект усложняется. На коммуникации с ним, на уровень принять решения, уровень подготовки материалов и так далее. Вот. Мы сделали такую большую сложную работу. С одной стороны, это определение критерий. А потом поиск лесов. как мы делали, искали эти леса. С одной стороны, мы взяли 50 проектов, ну, такой выбор, пункт достаточно репрезентативный для нас, да, и попросили инвестиционную службу, которая все проекты проходит, определить, короче, как вообще без всякой модели можно распределить сложность. Дальше попросили службу Костров. Дальше попросили инвестиционную службу. Службу материал-технического обеспечения. Критерий собрали, посмотрели. Далее, с другой стороны, к каждому критерию попросили определить вес. Там уже участвовали не только другие эксперты, там участвовали в том числе руководители проектов и так далее. И после этого посчитали, сравнили, как у нас без модели, как у нас с моделью, и попытались повторить вот некоторое среднего, такого среднего классного эксперта, как бы он эту историю определял. Ну, такая там математика, на самом деле, на которой здесь останавливаться не буду. Искали степень корреляции, так степень корреляции 8-2-7-ти процент, если не ошибаюсь, но ее удалось добиться и тем самым подвинуть эти критерии в нужное нам направление. Ну, и вот выстроить все эти вещи. Все у нас проекты, здесь, например, разбиты теперь на 5 групп. Пятая группа у нас самая сложная. Да, первая группа самая простая. В пятую группу, для примера, попадают у нас заводы, создание новых заводов, как в Ленинграде мы строим с нуля. Первая группа типа оформления помещений. Ну, все, как бы всегда, смеются о том, что вроде что это за проект оформления помещения, до тех пор, как о них касается оформления помещения резидента. Когда там, там чуть сложнее. Ну, так скажем, понимаете проект. Зачем это все делать? Потому что распределить имеющиеся инструменты и дать рекомендации, когда, какие инструменты мы используем. Если проект простой, используем только самые обязательные инструменты, рекомендованные нам после корпорации РСАД. И ничего больше не приду. То есть мы разоружаем свои проекты излишнего управления и бюрократии. С другой стороны, если проект сложный, то тут возникает рекомендация, что можно использовать. Ну, понятно, строишь завод, планируешь его лучше, как минимум, контролируешь его и так далее. у нас есть в общем, следующий инструмент, такой инструмент вовлечения заинтересованных сторон, это рабочая группа на уровне всех основных функций. Рабочая группа по развитию проекта в управлении. Вот любые инструменты, которые мы создаем, мы пилотируем именно на рабочей группе сначала. Потому как, если без рабочей группы, потом функции начинают сопротивляться. Надо именно там. Далее. Ну, методология. Вот здесь я принципов скажу. О том, что да, мы также помогаем в разрабатывании матрицы ответственности, рекламенты всяческие, но делаем это по запросу. То есть, вот как говорили у нас дочки, по сути, выступают внутренними заказчиками этого процесса. Но надо нам определить ответственность. Они нас дают и мы решаем, как методологически можно помочь. Решили, закрыли вопрос, пошли дальше. Не генерируем каких-то бесконечных и бесполезных методологических документов. Комментарь всего планирования. Здесь, в общем, сложная методика, назвать обязательства работ, нормативные, как мы называем, сроки для каждой работы, вписание процесса, проекта в существующие процессы компании, запутки, в инвестиции, соответственно, во все вот эти вещи. Но большая работа была проведена, соответственно, чтобы получить типовые точки, типовые истории, увязать все эти вещи. Ну и потом, когда вот делается типовой график второго уровня, мы потом вытягиваем оттуда самые ключевые точки. И потому что этот project, ну, высшее руководство не очень любит смотреть, не все его видят, и удобно это на совещании. Мы представляем им историю вот в таком виде, то есть разбито по блокам и самые основные вещи. Как вы думаете, все вот эти большие работы по КСБ, о чем большинство сотрудников компаний знает вот об этих зеленых точках. То есть, когда видят зеленые точки, зеленые точки понятны. Все остальное больше для профессионалов, для планировщиков, для проектных офисов и так далее. Некоторое металлургическое направление назвало эту историю Виндюэль. Вот как-то так повелось, зеленые точки, зеленые корошки, соответственно, ну, что там, Виндюэль делаешь? Делаю. И вот так пошло, я пытался выяснить, кто это придумал. Ну, в Москве говорят, что это на заводе. Я думаю, на завод приехал, говорят, в Москве кто-то придумал. Не сознается. Вот. Ну, это то, как мы работаем, проводим экспертизу теперь на уровне дивизионных графиков и так далее. Проектные гембы. Вот, наверное, из вас знают, кто, в мисростройках, кто значит такой гемба вообще. Ага. Понятно. Павел Соленеров поднимает. Павел Водитель. Понятно. Вот. Соответственно, гемба все знают. на предприятии то, что происходит, соответственно, производственные планы там вешиваются, то есть место создания ценностей. Вот. Но при этом мы начали понимать, что вы, вы-то, занимаемся управлением. И нам, по большому счету, тоже нужно такое пространство в управляющей компании, где были бы актуальные графики. Да? То есть факт, прогноз, соответственно, что есть и так далее. Ну и с вами создавать такие истории. Сейчас у нас такие гембы сирии есть, по сирии направления. Есть выстроенная работа через коэффициент КПМ, соответственно, через модель оценки зрелости с нашими дочками. Здесь устанавливаться подробно не будет. Есть тема, связанная с изученными уроками и лучшими управореческими практиками. Вот, работаем с дочками, в конце года собираем всяческие лучшие практики, которые реализуются у нас на предприятии, по завода, где-то у нас, собираем воедино, делаем такой лист лучших практик всем рассмотрим. Вот уже два года так делаем, соответственно, собирается неплохая база. Проводим сессии по обмену опытом. Вот, почему-то, да, вот, мы, когда стали перезапускать проектное управление, поняли, что у нас дочки до этого между собой вообще не общались. Хотя, ну, вот, я имею в части развития проектного управления, хотя тема актуальная для наших очень даже сильная. Поэтому стараемся наладить внутренние связи, сессии, проводить, как и так далее. Инструменты обучения. Вот пару инструментов вообще пропущу, скажу только про, наверное, один. Мы понимаем, что проект у нас проходит через ряд подразделений, когда создается. Это, опять же, закупки, выделения инвестиций, финансирование, строительный блок, если там строят как блок, не окр, блок производства. Все. остановка на производстве произошла. Для того, чтобы руководитель проекта все это дело понимал, мы пригласили внутренних наших руководителей, приглашаем, да, и у нас будет получаться такая наборка обучающих историй. Каждая наборка полтора-два часа, и руководитель полностью проходит в режиме цикла. То есть наши сотрудники обучают наших же руководителей проект. Ну, вот это как происходило на Чикетском механическом заводе. Буквально вот очень. и последнее, наверное, как завершение, сейчас тоже пропущу. У нас же какой-то техницией, коллега, врату, он может более детально посмотреть. Да, ну вот последняя история, которую мы сделали. Мы прошли сертификацию всей компании по модели IBM Мэй-Дельта и получили третий класс. Что сейчас? Надо поаплодировать прямо. Что, в принципе, соответствует сейчас таким видерским показателем России и в общем-то наоборот. Поэтому, коллеги, при этом на все. Спасибо за вопросам. Спасибо за внимание. Смотрите за вопрос. Смотрите. Конечно, вот система ПСР, надо понимать ее область приложения. ПСР это производство системы Роса. Производственники работают с производственными процессами. То есть, допустим, первый производство семь видов материи, все эту историю знают. Эта история связана с управлением. И здесь действительно важно не переборщить. Когда у нас управления становится слишком много, то естественно возникают потери. Для этого мы создали модель управленческой сложности, которая кратирует проекты и говорит, что вот здесь управления достаточно, хватит, здесь мы больше ресурсов на управление тратить не будем. Лучше перекиним их в эту сторону. Плюс модель управленческой сложности также завязана у нас сейчас завязываем на мотивацию для руководителей проекта. Собственно, это была основная цель ее разработки. Если ты руководишь сложным проектом, серьезным, это совсем не то же самое, что ты руководишь управление помещений. вот эта тема она тоже может быть. Вообще, должен сказать, что он сам просто чертабельный. Когда надо уже остановиться, нормализовать, а когда можно продолжать. А, кстати, вот у Михаила в докладе было по циклам. Было 40% в проектах только сроком бюджета стало 8% благодаря тем активностям, которые были как приняты. А у вас что-то можно по циклам сказать? На что это влияло, что лучше? Ну, сейчас, наверное, у нас как раз идет плотирование четырех проектов, которые прям напрямую завязаны на модель сложности. По цифрам можно сказать только, наверное, еще пример привести. Вот у нас была такая задача у одного из старших вице-президентов взять на контроль определенное количество проектов. Он использовал эту модель управленческой сложности и взял там четвертой, пятой категории ряд проектов, прям отобрал. То есть здесь метрика какая-то решенная задача в уровне старшего вице-президента. Наверное, более детальные вещи более сконфортированы. Спасибо. Аплодисменты еще раз. Мы распределяем дни.